А Серега мне пишет, Дим, смотрю фотографию, так жалко, что ты перестал снимать блок-технолога. Друзья, вы вновь находитесь на канале Гинетик и в эфире уже полюбившаяся вам многим рубрика блок-технолога. Сегодня мы находимся в славном городе Казань и приехали мы сюда не случайно. А очень многие из вас, говоря о качестве спортивного питания, забывают о том, что качественный продукт это не только тот продукт, который качественно сделан. Качественный продукт это тот продукт, который качественно доставлен до вас, как для потребителя. Так вот, здесь сегодня мы именно по этому поводу. Мы приехали в гости к компании Донофлекс, которая занимается изготовлением гибкой упаковки. И сегодня вы вместе с нами, нашими глазами, побываете на производстве. Мы узнаем, из чего делается гибкая упаковка, как делается, какие этапы. Мы поговорим о трендах и самое главное, мы наконец-таки аргументированно расскажем, из чего состоит пакет Гинетик Лап и увидим, как он производится. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Очень многие спрашивают, как производится спортивное питание в ракурсе ингредиентов и компонентов. Но очень многие забывают, что состав успешного продукта в целом на полке зависит от большинства факторов, в котором немаловажную роль играет упаковка. Так вот, именно сегодня здесь мы находимся в Казани и поедем в офисы на производство компании Донофлекс, которая является лидером по производству гибких пленок в России и входит в топ-25 по производству гибких пленок упаковки в Европе. Это наша первая встреча на их производстве и мы только начинаем сотрудничество с ними, поэтому постараемся наиболее емко и полно рассказать вам о преимуществах данной компании, что получаем при этом мы и, как следствие, какие бонусы получаете вы, как потребители. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы едем дальше. Донофлекс Это крупнейший завод в Восточной Европе. Это сразу хочется подчеркнуть и отметить. И, соответственно, Донофлекс – лидер России по производству гибкой упаковки. Все началось в 2001 году со строительства первого нашего завода «Донофлекс» на улице Родина, а сейчас мы присутствуем во втором заводе. Вместе с этим, говоря о развитии предприятия, в этом году у нас уже функционирует, работает, запущен завод в особоэкономической зоне Алабуга. И мы на данный момент строим четвертый завод в Чехии для того, чтобы больше уходить в экспорт благодаря этому заводу и отличаться от наших как российских, так и европейских конкурентов таким вот образом. У нас производится и пленка путем выдувной и плоскощеревой экструзии. Далее у нас идет на этом же заводе экструзия, то есть соединение этих пленок, печать на них и также изготовление готового пакета, сваренного в них до завтра. Например, вот один из примеров нашей работы. Вот такие вот пакеты для того, в том числе, мы сразу же выпускаем. По структуре, это, как я сказал, производство пленок, производство гибкой упаковки, это, можно сказать, две части одной большой структуры донофляции. Сейчас находимся на складе готовой продукции. Это достаточно емкий, большой, автоматизированный склад. Автоматизация здесь происходит благодаря системе Navision, по которой наш заказчик, наш менеджер всегда в любой момент может определить, в какой конкретной точке этого стеллажа, этого всего склада находится тот или иной ролик, вплоть до ролика. Волк здесь также специальный, у него встроены специальные датчики, по которым ездят магнитные кары. Вот мы можем также на него посмотреть. Юлия, которая расскажет нам сейчас все от А до Я, из чего состоит наш пакет, из каких слоев, а я параллельно постараюсь внести легкий комментарий, для чего именно это сделано, с точки зрения упаковки белка, как это сказывается на его органолептических характеристиках и других. Поэтому, Юля, первый вопрос, из чего состоит наш пакет? На самом деле я начну с того, что каждый вид продукта должен иметь свою упаковку. И это очень важно не только с эстетической точки зрения. В первую очередь мы должны говорить о том, чтобы продукт должен быть получен конечным потребителем в том виде, с теми характеристиками и качествами, которые он в себе несет. То есть упаковка должна сохранить продукт в том виде, в котором будет его потреблять непосредственно спортсмен, если говорить о спортивном питании. Упаковка достаточно сложный продукт. И здесь, наверное, стоит поговорить о том, что если мы разбираем спортивный продукт, то он содержит в себе белок. А это продукт, который требует особого вида барьерных свойств у пленки, которая используется в создании пакета, собственно, готового, в котором происходит фасовка уже непосредственно спортивного питания. Итак, внешний слой упаковки – это то, что вы видите. Это печатное изображение. Но печатайте на одном слое пленки. В нашем случае это полимерная пленка полиэтилен-терифталат. На обратной стороне происходит печать. Тем самым вы видите именно то изображение, которое есть. Но изначально оно печатается в зеркальном отображении, получается, с оборотной стороны. Для того, чтобы продукт сохранил все те качества, которые необходимы донести до конечного потребителя, мы обязательно должны вложить туда барьерный слой. И вторым слоем в нашей упаковке идет полиэтилен-терифталат металлизированный. То есть он имеет определенный барьер по кислороду, по воде, непосредственно сохраняет также от проникновения солнечных лучей. Если говорить про третий слой упаковки, который идет непосредственно в пакете готовой продукции, то это полиэтилен, который необходим для того, чтобы пленки между собой сварились с варных швов по бокам и в донной части, и пакет был крепким, и он выдержал ту нагрузку у продукта, которая находится там. Это килограмм или три килограмма. Также для удобства пользователя-потребителя сделаны по бокам непосредственно насечки легкого вскрытия, что позволяет вам открыть пакет запаянный, и после этого уже раскрыть зип-лог. Зип-лог – это застежка, которая позволяет удобно пользоваться ежедневной упаковкой. Продукт не высыпается из упаковки, то есть это зип-лог-замок. Я хотел бы поговорить о трендах в упаковке, так как наша линейка, ассортимент продукции компании Genetic Lab постоянно расширяется. И недавно он расширился, допустим, такими позициями, как батончики. Также планируется выпуск индивидуальной дозированной порционной упаковки, которая может позволить человеку взять этот порционник, высыпать, попробовать вкус. Какие тренды, какие пленки будут использоваться там, какие к ним вопросы могут быть. Да, если говорить непосредственно о трендах в упаковке в любой пищевой промышленности, то, конечно, речь идет в первую очередь о том, чтобы упаковка была удобной, юзабилити каждый день в потреблении. То есть большой пакет спортивным питанием неудобно брать с собой в дорогу, неудобно брать с собой в клуб. То есть необходимо либо в клубе ставить его в ячейку для хранения вещей, либо непосредственно возить с собой в машине, или с утра набирать его непосредственно в емкость, в шейкер, и после этого в спортклубе смешивать с продукцией. То есть на самом деле во всех сферах общественного питания и продуктов питания действует закономерность. То есть в том, что делятся мелкими порциями, делятся стики, это так же как кофе 3 в 1, так же как один пакетик чая, индивидуальная упаковка, где вы можете взять с собой тот же самый стик с одной порцией спортивного питания и использовать ее, либо дать кому-то попробовать, либо взять несколько порций, потому что вам необходимо несколько тренировок будет провести, да? То есть или в зависимости от того комплекса, который вы принимаете в спортивном питании. То есть все настроено на то, чтобы порции идут в упаковке индивидуально на один прием. И естественно для того, чтобы было удобно использовать данный вид упаковки, используется также групповой формат, в котором все эти стики собраны. В принципе на данный момент производители любят делать так называемый микс разных вкусов в одном пакете, для того, чтобы иметь возможность попробовать разные вкусы, определить то, что больше нравится и впоследствии использовать именно данный вкус или продукт. Или собственно говоря одного вида фасуется просто в удобной таре для ежедневного применения в стиках. Отлично. Ну что, дорогие друзья, мы надеемся, что вы получили истинное удовольствие от увиденного, поэтому Генетик Лаб на страже вашего здоровья и мышечной массы, а компания Дана Флекс на страже сохранности продукции Генетик Лаб.